Приветствую вас. Мне бы не хотелось давать советы относительно того, стоит ли бороться за нее, можно как-то ее вернуть. Но последний вопрос я, ребят, постараюсь, а по вашей ситуации в целом могу сказать так. Девушка сама не знает в данном случае, чего она хочет. Раз она вела двойную жизнь, то есть она обманывала своего первого парня, и как бы обманывала его с вами, то это уже тревожный звоночек о моральных ценностях человека. То есть дело здесь не в том, можно ли ее вернуть или нет, а дело здесь в том, что человек сам воспринимает людей, ну в частности мужчин, в контексте своих потребностей. Вот ей нужен был мужчина тот первый, да, она с ним общалась, она с ним взаимодействовала, он перестал ее по каким-то причинам удовлетворять, она его бросила, поменяла на вас. Вы перестали ее удовлетворять, она вновь вернулась к нему. И понимаете, человек ставит на первое место свои потребности. Не ваши, не того парня, а именно свои. И с таким подходом, подходом эгоистичным, она просто будет метаться от одних отношений к другим до тех пор, пока либо не поймет, что идеальных отношений не бывает, либо пока не влюбится по-настоящему в человека, для которого будет готова на все, и готова будет на все безусловно. Пока ни того, ни другого не произошло, и она будет искать там, где ей просто лучше. И такого человека можно вернуть. Если вы захотите, ее можно вернуть. Показав ей, что вы можете все, что она хочет, все ей предоставить, все желания ее удовлетворить, все это можно. Легко. Ну, то есть, как легко. Имеется в виду, что здесь не вопрос чувств, на самом деле. Здесь не вопрос чувств. Здесь именно вопрос потребностей. И когда мы говорим об этом, о потребностях, мы честно понимаем, что человек будет с тем, кем ему выгоднее. Если вы покажете ей, чтобы с вами ей быть выгоднее, она будет с вами до пары до времени. И если вы хотите это доказать, я уверен, вы это докажете, и она действительно к вам вернется. Но надолго ли? Вот еще вопрос. Ведь у нее к вам не уважение, у нее к вам не искренность. У нее к вам только лишь страсть и потребность. Поэтому, что делать, решать вам? Тут я не думаю, что нужно давать совет. Что касается вашего последнего вопроса. Стоит ли уводить девушек из отношений? Опять-таки. И уводить девушек из отношений. И встречаться с ними, когда они свободны. Ну и стой. Почему? Потому что люди оказываются в разных обстоятельствах. И нельзя сказать, что если человек в отношениях, он обязательно счастлив. Нельзя сказать, что если человек свободен, он обязательно готов к отношениям. Тут раз на раз не приходится. Поэтому вам не повезло. Вы увели ту девушку, которая обращает внимание только на себя и думает только о себе. Но могло быть и так, что вы увели бы девушку, которая была не счастлива с машиной. Просто потому, что узнала его с новой неприятной стороны. И не знала, куда от него деваться. А вы стали бы за нее спасательным кругом и тем, о ком она всегда мечтала. Поэтому не важно, где находится девочка. Важно, чтобы между вами была олимпация. Важно, чтобы она делала для вас то же, что делаете вы. Чтобы вы видели ее взаимность. Чтобы вы чувствовали, что вы дороги ей. Что вы нужны ей. И тогда, вне зависимости от того, кто она. Какого возраста. И с кем была для вас. Она сделает вас счастливым. А вы сделаете счастливой ее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь. В личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В нашу секунду. Давайте. Удачи. 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 Продолжение следует...